Ну что, мы можем с вами, собственно, начинать наше чудесное мероприятие. Значит, у нас с вами сейчас я, как все у нас по-серьезному, сейчас я включу презентацию. Она у меня тоже есть, все серьезно очень. Сейчас она запустится, и мы с вами начнем. Значит, сразу говорю всем заинтересованным, так сказать, лицам, что, ну, тем, я имею в виду, кто бывал у меня на моих вот этих мероприятиях, что есть возможность позадавать вопросы, да, есть возможность обсудить работы, и, собственно, сейчас мы с вами и начнем. Сейчас я сделаю здесь свет поменьше чуть-чуть. Кино было как кино. Да, просто, просто, да, саунд, эти самые долби, все дела. Можно просто расслабиться, да. Итак, здравствуйте еще раз. И очные, понятное дело, слушатели и вебинаристы. Мы с вами начинаем наше чудесное мероприятие, посвященное тому, риторическому, может быть, немножко вопросу, на первый взгляд, да, тому, собственно, что такое ретушь вообще фактически, да, и какие там есть нюансы с нею связанные. Значит, наше мероприятие называется вот таким гордым образом, портретная ретушь, где заканчивается технология, начинается искусство. Ну, я поясню, откуда возникло это название, вообще, почему я решил именно на эту тему немножечко поговорить. Потому что, действительно, для многих этот вопрос, вот по моим наблюдениям, во всяком случае, да, для многих этот вопрос, точнее, ответ на этот вопрос совершенно не очевиден. Я вижу много людей, которые приходят на курсы фотошопа, на курсы ретуши, причем некоторые приходят без подготовки, так сказать, домашняя, прям сразу на курсы ретуши, с нуля, что называется, да. Я вижу, к сожалению, с сожалению большим вижу, что не все у них получается так, как хочется, причем печаль заключается в том, что, ладно, просто не получалось, да, и люди это видели и понимали, и признавали, собственно, этот факт, и говорили, ну да, сейчас подучусь, там все получится. К сожалению, чаще, то есть не чаще, но часто бывает и иначе, когда человек явно делает что-то не то, не так, но он этого не понимает. Ему кажется, что он делает все хорошо и правильно. Огромное количество начинающих фотошоперов, да, начинают ретушировать фотографии и замазывают лица до чудовищного массового состояния. Это такая нормальная разбиркалочка, да. Другие делают вроде бы текстуру, потому что их на уроках научили, да, ну тот, кто занимался там на курсах типа ретушь, да, они понимают, о чем идет речь. Там можно сделать текстуру кожи, да, есть там много всяких методов, штампы такие, но я смотрю на эту фотографию, я понимаю, что лицо мертвенное абсолютно, что оно не живое, да, оно такое вот, ну как бы, ну не такого не должно быть у человека. Причем человек-то искренне там, так сказать, взял там любимую подругу или там сестру и отфотошопиваешь ее, что называется, так конкретно, да, ну в надежде сделать что-то хорошее, но ничего хорошего не получается. То есть и вот эти вот все примеры, ну не только такие, естественно, разные примеры, вот они побудили меня задаться, то есть, точнее сказать, поставить вопрос вот таким образом, пытаясь обратить внимание, да, тех, кто присутствует или тех, кто их потом будет слушать, на вот эту проблему, что в общем не все так просто с этой самой ретушью, да, и научившись владеть просто инструментом штамп, то есть так вот скажем, я скажу честно ключевую мысль, да, инструмент штамп это еще не ретушь, совсем не ретушь. Я вот сейчас попытаюсь вам про это все рассказать, значит, ну традиционно, да, значит, меня зовут по-прежнему Красновский, Дмитрий Валерьевич, это я, я вот собственно здесь про меня сказано, да, я по-прежнему лауреат и победитель, по-прежнему я не перечисляю чего именно, то есть это в общем не важно, но главное, что я занимаюсь фотошопом и дизайном и всеми вот собственно вот этими вопросами с этим связанными, так или иначе. Значит, вот мое традиционное, мне оно нравится, это мое традиционное предложение для всех, кто в эфире слушает и тех, кто естественно очно здесь присутствует, да, собственно, вот мой e-mail, его можно прямо сейчас записать, что называется, не исходя с места. Уважаемые вебинаристы, вы можете прямо сейчас мне направить письмецо, да, вот на этот мейл. Ну, значит, давайте условимся, да, что не больше трех работ, ну, потому что понятно, да, иначе будет просто очень много, я боюсь, да, указать разбор, чтобы я понимал, да, о чем идет речь. И если хочется пожестче разбор, да, об этом надо указать специально, потому что по умолчанию я действую очень гуманно. Я считаю, что должна быть система, так сказать, противовесов в хорошем воспитательном процессе, нельзя говорить, мол, ну что это за фигня такая, вы же взрослый человек, неловко же. Надо все-таки как-то и похвалить. В общем, говорите, что вы хотите услышать. Уважаемые вебинаристы и, собственно, те, кто участвует в нашем процессе очно, вы, пожалуйста, только единственное, скажите, да, что, мол, я, так сказать, отправляю работу или отправлю работу, чтобы я пошел на почту и ее посмотрел, да, потому что, ну, чтобы представлять, сколько будет у нас времени для вот моего рассказа, ну, и просто, чтобы я не прозевал ваши работки. Уважаемые вебинаристы, слышали, да, поэтому, в общем, если нет, если есть желание, да, то, пожалуйста, сигнальте и отправляйте работки. Записали, да, e-mail? Да, конечно, сейчас прямо я порассказываю, прямо сейчас запряжу. Не, можно и потом, но потом это будет не так интересно. Мне кажется, что сейчас это будет любопытно и весело. Ну, если кому-то хочется, конечно, да. Итак, собственно, вот мы все это обсудили. Давайте вернемся теперь к нашему непосредственному вопросу. Этот наш сегодняшний вебинар я решил устроить немножко нетипичным образом. Обычно, рассказывая на ту или иную тему, я делаю так. Я пишу некие тезисы, да, и которые потом, так сказать, долго теоретические словами объясняю, да, и, ну, какие-то выводы там получаются, да, какие-то полезные вещи. Сейчас я решил поступить немножко иначе. Я набрал своих собственных работ, которые я делал в разное время, связанных с портретной ретушью, раз у нас такая тема, да, и хотел предложить, собственно, глядя на них, порассуждать о том, да, что, чем является, что, как называется. Безусловно, я их набрал не потому, что это лучшие на свете работы, хотя, мне кажется, они, в общем-то, ничего местами, да, ну, потому что, собственно, те работы, которые, ну, кому, как не мне, знать вот там, что в них удалось, что в них не удалось, почему так, а не иначе. И в этом смысле я, так сказать, ну, отвечаю, да, некоторым образом за тот результат, который там получился. И могу объяснить, что было сделано. И, кроме того, естественно, я буду показывать не просто картинки, как это, знаете, часто выкладывают в портфолио, там, вот было, вот стало, да, а это PSD-шники. И я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, да, это многослойные файлы, где можно посмотреть, какие-то стадии работы, можно понять, как оно было сделано и зачем это было сделано. И, разглядывая их, мне кажется, можно прийти к каким-то выводам, что, собственно, хорошо, что плохо, ну, и сверить, что называются, наши какие-то представления. Итак, вот что, собственно, я вам хотел порассказывать. Это мы, так сказать, часть закрываем. И вот мы открываем следующую часть. Вот у меня прямо называется «Портретный ретушь. Папочка». И сейчас мы будем смотреть картинки. разные картинки. Вот, например, да, сейчас я, извините, еще одна важная деталь. Я открою фотошоп. Это нам совсем не помешает, правда? Ага. Да, Алексей, вижу, хорошо. Выслали пару работ на почту. Ага, посмотрим обязательно. Сейчас мы поговорим. Мне это еще важно, хорошо, что вы сказали. Мне важно просто понимать, сколько там работ будет, чтобы, ну, чтобы понимать, сколько времени в конце, да, оставить на вот разбор вот этих вот работ. Итак, вот наш фотошоп чудесный. Давайте посмотрим первую картинку. Естественно, все исходники, которые у меня были когда-то сделаны, они были в RAV, понятное дело. Я думаю, что не надо никого убеждать и объяснять, что это такое и зачем это нужно. И, собственно, я не буду сейчас, так сказать, мучиться этими RAV, да, я просто уже все это специально, заведомо конвертировал формат JPEG для того, чтобы удобно было нам с вами рассматривать. Итак, вот некоторая портретная фотография. Мы не обсуждаем так же художественные качества, да, нас, в общем, они не очень интересуют. Мы видим, что это портрет. Вот, и, собственно, вопрос, да, что бы вы, давайте так, что бы вы здесь отретушировали? И я, собственно, пока вы размышляете, отвечая на этот вопрос для себя, да, я расскажу, что я здесь отретушировал и почему. Ну, очевидно, что здесь нужна, во-первых, чисто, так сказать, ну, как сказать, механическая ретушь, правда? Практически любой портрет, тем более женский портрет, естественно, да. Ну, мужика-то что, сфоткал, да, он говорит, ух ты, круто, да, а девушка-то сфотографировал, да, неделю бился над ретушью, да, там все сделал. Она так смотрит и говорит, ну, да, я так ничего накрасилась, неплохо у меня получилось. Это у меня всегда так обидно, у меня был такой, реально, это случай жизненный, у меня такое было. Мне так было обидно, я думаю, сейчас она скажет, ух ты, как ты классно сделал. Она даже просто вот, она говорит, да, хорошо, я себе губную помаду подобрала, какая я, молодец. А я реально неделю парился над ее ретушью. Ну, не важно. То есть понятно, что есть действительно проблемы, связанные как бы с нормальной естественной ретушью. И понятно, что есть вот эти вот мысогубные складочки, правда, есть какие-то характерные возрастные изменения. Есть какие-то естественные совершенно вещи, которые каждая девушка считает, чтобы их не было. Да, и это нормально совершенно, можно удалить. Но что еще мы здесь могли бы сделать, да, что еще можно удалить? Вот я могу рассказать свое рассуждение. Мне показалось, что лицо этой девушки, оно такое очень, можно сказать, лиричное, оно необычное, правда лицо. Вот у нее и вот вся ее фактура природная, она такая очень своеобразная. И мне захотелось придать некой выразительности. Да, согласен, что здесь можно было бы и руку убрать, Алексей, это правда. Но я в данном случае ее оставил. Но я, понимаете, я здесь постарался придать этому ощущению такой некоторой большей, ну что ли, художественности. То есть что значит художественность? Это значит, что она, эта фотография, она в общем репортажна в известном смысле. Но в некотором месте, при некотором естественном свете был сделан этот самый портрет. Для того, чтобы сделать ее более художественной, я бы, я постарался ее сделать не такой реалистичной по цвету. Потому что цвета очень такие натуральные, насыщенные, живые, энергичные. И вот, собственно, как я поступал. Сейчас я вам покажу PSD-шник. PSD-шник, вот он здесь вот такой вот. Сейчас он загрузится понемножечку. Сделал я вот такую штуку. Заметьте, друзья, мы с вами не говорим, о вкусах не спорят. И тут мы не будем говорить о том, там, так сказать, лично, как бы вот вам нравится, не нравится. Это другой вопрос. И я совершенно не уверен, что всем это нравится. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что я попытался выйти за пределы, собственно, чисто технологической претуши. То есть я попытался в этой картинке найти нечто большее, чем просто фотографию. Причем сделал я это, на самом деле, очень просто. Вот, собственно, эта фотография после технологической обработки. То есть я убрал, как вы видите, максимум всего, все сгладил. Кроме того, я это знаю просто, что женский портрет всегда лучше смотрится, если он уходит в пересвет. Да, это такая простая очень вещь, потому что, когда выводится все в пересвет, пропадает мелкая деталировка. А что такое деталировка мелкая? Это возраст. Поэтому самый простой способ сделать девушке приятной, сделать ее более такой вне возрастной, это просто убрать вот это все и сделать, оставить вот эти вот мелкие, то есть все вот эти детали с лица, просто убрать. Они исчезли, как вы видите. При этом я противник, опять же, сразу могу сказать, ретуши, которая, ну, то, что называется гламурная ретушь. Это ретушь, когда человек перестает быть похожим на себя. Если бы мне заказал какой-нибудь, я не знаю, парфюмерный бренд, да, там, фотку для рекламы, то, наверное, конечно, бы я все и загладил, и залезал бы, и сделал бы, знаете, вот эту бархатную кожу. Ну, все бы сделал как нужно. Если это живой человек, да, я считаю, что у него должны оставаться черты его собственные. Ну, грубо говоря, если его ребенок, там, условно говоря, или там внук, да, через 50 лет будет смотреть вот эту фотографию, чтобы он узнал своего, там, бабушку, дедушку, да, чтобы он сохранил преемственность. Это я говорю вот на самом деле вот почему. Потому что вот здесь, если присмотреться, у этой модели есть свои родинки какие-то, да, вот индивидуальные особенности кожи. Я считаю, что это нормально, что это должно оставаться. Более того, если вы присмотритесь, вы увидите, что под глазами здесь, собственно, остаются даже вот эти вот, собственно, вон они, да, некоторые такие небольшие морщинки. Вот они есть. Все есть текстура, кожа есть. Но просто она очень сильно смягчена. Ну, если кто знает, я могу сказать так, что я немножечко попытался имитировать объектив типа моноколь, да, то есть такой портретный объектив красивый, который мягкорисующий такой, да. То есть я просто попытался сильно смягчить этот образ, да, сделать так, чтобы он смотрелся более воздушно, скажем так, да. И к этой воздушности я еще просто добавил вот немножечко, да, более мягкого такого тона, да, вот убрал. Сделал ее такой более чуть теплый, что придает ему, собственно, такой архаичности и теплоты. И еще, собственно, вот сверху заполировал, да, вот такой охрой достаточно выраженный. Это вот пример того, что я в свое время сделал. Я стараюсь к этим работам относиться достаточно объективно. Понятно, что тяжело к своим собственным работам относиться прям вот совсем нейтрально. Но я во всяком случае стараюсь. Мне кажется, что нечто авторское, нечто творческое у меня здесь получилось. Вот, и поэтому, собственно, я вот это все вам объясняю, обращаю ваше внимание на вот те особенности, которые здесь есть, да, на которые стоило бы, как мне кажется, обратить внимание. Вопрос о технологии. Мы чуть попозже поговорим, насколько это технологично или насколько это нетехнологично. Вот еще один, давайте посмотрим, маленький портретик из другой совершенно истории. Из недавней, что называется, съемки. Вот была такая вот девушка. Я сделал целую серию, Катя ее зовут, я сделал целую серию ее портретов. Не все мне понравились. Девушка достаточно сложная как модель, я имею в виду внешне, да. Я вот могу здесь повторить, что, то есть не повторить, а сказать, что я люблю работать с непрофессиональными моделями, честно говоря, потому что у них индивидуальности больше, чем в профессиональных, да. Профессиональное лицо – это лицо, ну, пластилин, да. Ты с ним делаешь, что хочешь. Оно приобретает ту форму, которая тебе нужна. Делает, причем это совершенно бесстрастно. У меня была одна смешная съемка, на которой мальчик, модель, я люблю эту историю. Ну, он, правда, юный мальчик такой, он стоял передо мной, он такой, видите, фэшн-модель профессиональный, да. Он умеет, он знает, как вести себя перед камерой, он занимает правильные позиции, он поворачивается правильной рабочей стороной лица. Ну, он все это знает, и, да, ноги, руки, у него все на месте. Но, да, Алексей, да, был дело. Ну, не столько упорно, сколько тонко, я бы так сказал, работать. Так вот, этот мальчик, он, значит, перед камерой крутится, крутится, а я вижу, что, ну, вот, если бы я фэшн снимал, было бы хорошо. Но он не живой, он такой, вот, знаете, совсем сухой мальчик, никакой. Я ему говорю, слушай, дай мне какую-нибудь эмоцию-то, да, сюда мне. Было бы ужасно смешно, потому что он так, стоя перед камерой, так испуганно стал озираться, не понимая, что нужно дать. Он думал, что рядом с ним лежит что-то, что я говорю, дай мне, там, допустим, это. И я говорю, что вам дать? Я говорю, ладно, ничего не, давай, давай дальше, шуруй. Понимаете, вот в этом смысле мне не нравятся профессиональные модели, потому что, ну, кто от них добиваться-то? Ну, иногда, чтобы это была уже не просто модель, а актер профессиональная, это другая история. В этом смысле непрофессиональные модели, они сложнее, конечно, да, и по своему внешнему данному, и по характеру. Но из них интереснее пытаться что-то выжить. И вот, собственно, из этой, очевидно, непростой модели, да, кое-что, мне кажется, выжить удалось. Я пошел по аналогичному принципу с предыдущей фотографией. Мне показалось, что эта девочка, она такого, ну, как сказать, испанского такого какого-то характера, что ли, да, стиля, склада, я не знаю, как это сказать. Поэтому я попытался это усилить, я попытался вытащить из этого нечто большее, чем просто портрет девушки, да, с таким, ну, с носиком длинным. Во-первых, естественно, это нормальная совершенно тоже практика. Чуть-чуть по цвету там добавил и убрал кое-чего, да, и понятно, что высветлил вот эту часть. И, конечно же, смягчил ее носик, потому что он, конечно, очень заметный. Но вот, собственно, да, что было и постепенно что остановилось. То есть я добавил, ну, это грубый такой слой очень, конечно, да, вот сверху лежит, который создает вот это вот тонирование. И еще один слой, да, который создает больше такую, опять же, теплоту и контраст. И еще один слой уже маленький совсем, который придает еще чуть-чуть помягче тона. И еще один слой, который это все осветляет равномерно и дает более такой мягкий тон. И еще один слой, который смягчает цвет. На проекторе это видно очень так энергично, очень активно. Но это все по чуть-чуть добавляет нужного результата. Мне кажется, что, в общем, оно неплохо получилось. Да, она получилась в фотографии более контрастной, но в этом, как мне представляется, было довольно много вот того, что хотелось этого получить. Но это еще не все, потому что потом к тому, что я здесь получил, да, я добавил еще немножечко. И здесь я еще, конечно, поработал вот над вот этим, да, потому что смягчил собственные черты лица, потому что, ну, без них понятно, да, вот эти, опять же, юная девушка совсем, но все равно вот эти вот возрастные характерные особенности есть. Потом жесткая тень сбоку носа, да, тоже не очень хорошо играла. В глазках, в блике сделал, усилил. Ну, то есть, в общем, поработал, сделал из этого что-то более такое, ну, как мне кажется, выразительное и эмоциональное. Вообще, у меня есть такая серия фотографий, достаточно большая. Я не стал ее приносить сейчас. Но вообще, я сейчас работаю над очень большой серией фотографий, где портреты современные, вот которые я делаю, я их стилизую под разные эпохи, под разные, как бы, скажем так, печатные. Например, есть серия портретов трех людей, групповой портрет, который я стилизую под, знаете, иллюстрации, там, 18-19 века в старинном-старинном французском романе. Мне не лень, я беру желтую бумагу и снимаю отдельно. Я беру куски, сочиняю сам французского любого, естественно, романа. Все это с помощью Google, правда, этого транслейта перевожу на французский, подбираю шрифт, делаю сам шрифт такой середины 19 века. Все это делаю, в общем, оттиск, а фотографии я стилизую под гравюру. То есть мне не лень заморачиваться. Но это я к чему? Потому что вот эту вот фотографию совершенно определенно хочу сделать вот про какую-нибудь там студию мексиканских, там, не знаю, бальных танцев, условно говоря. Причем, знаете, такой вот плакат, который висит где-нибудь там в Нью-Мексико или там прямо на заборе, там на столбе, там прямо с плакатами, со всем. Ну, то есть вот такие вещи. Я люблю уж стилизовать, так стилизовать. Вот мне кажется, что образ очень такой хороший и яркий получился. Да, Елена, спасибо. Да, мне тоже показалось, что вот глазки заиграли, да, и вместе с ними вот портрет стал таким более выразительным. То, чего вот он был лишен исходно. Потому что он неплохой, то есть как основа, да, она неплохая. Но, собственно, вот то, что мне удалось сделать, мне кажется очень, да, в общем, мне нравится. У меня даже выражение лица изменилось, при том, что вроде бы все то же самое. Давайте сделаем паузу в этих моих показах и заделимся, собственно, все тем же самым вопросом. Я просто боюсь надоесть показам, собственно, большого количества картинок, да, в общем, однотипных. Понятно, что у меня здесь еще много довольно. Но я хотел обратить ваше внимание вот на что, что в этих работах, очевидно, присутствует не только технология. Я хотел бы, чтобы вы задались вопросом, собственно, что такое технология. Искусством, вот это то, что сейчас я вам показываю, я бы это не назвал. Но я имею в виду таким, знаете, высшей степенью артистизмом. Я, в общем, довольно в этом смысле трезво оцениваю свои, в данном случае, усилия, да, потому что мне просто хотелось сделать хороший нормальный портрет. Это не выставочная работа, это не музейный экспонат, да, но тем не менее. И вот я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на слово технология и задумались на нем. Потому что, как мне кажется, у начинающего фотошопера слово технология обычно ассоциируется, собственно, со знанием фотошопа. Фотошопа, правда, со знанием, вот, собственно, тех приемчиков, инструментиков, которые в нем есть. Это штамп, это, помните, там, лечащая кисть, да, там области выделения. И кажется, что когда ты вот это все знаешь, да, ты уже, в общем, готов практически к большой работе. Но понимаете, в чем штука? А вот куда девать, это я с вами, да, так сказать, сам с собой дискутирую. А куда девать, например, понимание того, как исправлять текстуру лица, например, форму лица, да, вот то, что я говорил. Вот возрастные изменения, например, да, или что делать с пониманием того, вот как сделать глаза более выразительные. Это еще технология или это уже какой-то такой артистизм? И вот я хочу обратить ваше внимание, что на самом деле слово технология, оно гораздо более многозначное. Почему я вообще все вот это сейчас и показывал и рассказывал? Потому что слово технология гораздо более многозначное, и оно предполагает наличие знаний гораздо больших, да, чем, собственно, знания фотошопа. Так же, как и на многих других курсах, я хотел бы, то есть я говорю сейчас вообще о курсах, не только связанных с фотографией, хотел бы, чтобы те, кто на них ходят, понимали, что если вы собрались быть графическим дизайнером, например, да, то изучить фотошоп, иллюстратор, дизайн и даже курс основы дизайна, курс даже еще и дизайн рекламы недостаточно, потому что есть много других вещей, которые приходят с опытом, да, и которые постепенно начинаешь понимать. И вот если говорить про то, вокруг чего, собственно, наш сегодняшний рассказ, беседа, надо признать, что есть еще такие вещи, как пластическая анатомия, например, да, это не волшебство, это нельзя назвать искусством, но художник без, то есть фотограф-художник, да, так скажем, без знания пластической анатомии, если он хочет ретушировать, да, что-то, мне кажется, ему будет крайне тяжело, да, потому что он не будет понимать механизмов возникновения тех или иных особенностей, да, там, расположения света на лице. Надо просто понимать, да, что здесь эта форма получилась так, потому что там, ну, там структура кожи, да, так изменилась, или здесь тень легла так, потому что там действительно у девушки там слишком длинные уши, допустим, или там неважно что, да. Вот, и на это нужно обращать внимание. Еще одну хочу вам показать работку, которую недавно, ну, собственно, не то, что недавно, а я еще продолжаю ее делать, есть у меня один такой портретик, вот такой, сейчас я вам покажу, есть вот такой портретик, что все, девушек да девушек, вот. Есть вот такой портрет, это довольно сложный, тяжелый случай, прямо скажем. Это скан современной фотографии, которая была сделана со старинной фотографией, то есть есть некая старинная фотография, которая утрачена и сохранилась только копия с нее, то есть кто-то ее перефоткал, да, или там подсканировал, может быть, распечатал, и вот, собственно, с этой фотографии нужно вернуть фотографии нормальной человеческой. Причем не просто нормальной человеческой, что тут возвращать-то, а сделать ее, сделать ее такой похожей на правду, сделать ее похожей на то, как обычно в то время люди фотографировали, и при этом, чтобы она была нормального размера. И, собственно, вот я позволю себе такое предположение, да, что те, кто закончил курсы просто по фотошопу, да, или там по ретуши фотошопской, они, конечно, понимают, что нужно сделать в первую очередь, да, естественно, в первую очередь нам нужно избавиться от этого, правда? Тут я никого не удивляю, понятно, берем инструмент штамп, берем инструмент, там, восстанавливающий вот эти вот кисти и так далее. Все это получается. Что делать дальше? Дальше, понятное дело, начинается уже работа более тонкая. Дальше мы начинаем удалять все вот это остальное, да, вот эти вот периферические детали. И вот здесь уже начинает, мне кажется, возникать подозрение, что надо все-таки быть, ну, не художником, но, во всяком случае, нужно иметь некоторую, скажем так, творческую инициативу, да, для того, чтобы вот подобного рода вещи делать. Я подчеркиваю, что речь идет не о вдохновении, да, не о живописи как таковой, а просто о некотором понимании, да, в голове, о содержании в голове, некоторого, да, представления такого более творческого характера. То есть это уже не просто в фотошопе, да, кнопочки понажимать, а это уже некоторое именно представление образа, да, а образ – это уже такая художественная величина. Но это еще не все, потому что еще можно здесь делать вот таким вот образом. Но это я в ЧБ перевел, потому что потом я, собственно, все буду тонировать. Да, перевел я это таким образом, потому что здесь, если вы их присмотрите, здесь ужасно еще и цветовые шумы, да, это просто уже качество исходника, это даже не от сканирования зависит, это такая вот исходная картинка. И вот, собственно, дальше мы делаем следующее, да, вроде бы портрет готов. Но мы начинаем его обрабатывать. Я не знаю, видно, видно это на проекторе. Добавляем тени. Почему мы добавляем тени? Потому что мы считаем, что… То есть я считаю, что здесь маловато, он плосковатый получается рисунок. Мы добавляем объема. Еще что-нибудь надо добавить? Вот я считаю лично, что надо добавить. Я добавляю еще объема вот сюда, и он становится еще более объемный. Мне кажется, что он приобретает большую выразительность, да, появляется больше такой рельеф, да, и больше насыщенность образа. После этого мы еще начинаем с вами прорабатывать текстуру волосьев, потому что если уж хочется сделать их качественно, да, то есть надо их прорабатывать. Причем это все, естественно, ручная работа, это уже никакие не фильтры. После этого, собственно, делается еще два фильтра, кладется вот здесь, да, для того, чтобы придать этому еще больше такой вот объемности и выразительности. Ну и плюс к этому это все еще дублировывается с помощью всяких вот таких вот слоев, которые создают, собственно, нужный эффект. Получается, в общем, ну сейчас это еще не конечный результат, но получается, в общем, вот такой портрет. Мне кажется, что по сравнению с тем исходником, который был, да, результат очень отличается, и это тоже, между прочим, ретушь. Это тоже портретный ретушь, да, в которой еще больше знаний. Я вот все время хочу на это обратить ваше внимание, что, собственно, вопрос, да, который я сам себе задал в начале, ретушь, да, портретное искусство или технология, это, конечно, в значительной мере технология, безусловно, да, для того, чтобы заниматься этим как искусством, надо быть, ну действительно, уже художником таким полноценным, да, нужно быть автором, нужно иметь какую-то идею, нужно иметь какую-то творческую концепцию. Но даже просто занимаясь простой ретушью, можно оставаться технологом, но просто в самом это слово, технология, да, надо использовать нечто другое, нежели просто понимание фотошопа. Вот, собственно, в чем, на мой взгляд, ответ на этот вопрос, да, то есть объем знаний гораздо больше, и уровень подготовки должен быть гораздо более сложным, да, чем просто вот понимание вот этих вот таких вот базовых вещей. Да, вот, собственно, о чем я хотел рассказать, могу так сказать, да. Вот, еще могу, если интересно, показать еще парочку работ в этом же направлении. Вот еще из таких характерных достаточно вещей. Помимо этого дядечки, конечно, еще у нас тут есть разные девушки. Вот девушка, и надо сказать, что эту девушку я фотографировал достаточно целенаправленно, то есть мне хотелось получить для себя такой именно объект для, собственно, хорошей портретной ретуши. Опять же, мы оставляем в стороне совсем вопрос о том, насколько там было нужно или сложно, да, работать с раумом. Там были проблемы с раумом, потому что, понятно, нужно было выравнивать яркости там и все, но, во всяком случае, получился некий вот такой вот исходник, исходный портрет. Я решил, что называется, невзирая на личность девушки, его усовершенствовать. И вот, что я, собственно, сделал, вот в каком порядке я действовал. Во-первых, конечно же, здесь нужно кадрирование всего, да. И кадрирование нужно, и изменение в целом, да, всей вот этой вот яркостной характеристики. То есть это вот первое, да, что здесь можно сделать вот таким вот образом. Чем это все тоже не очевидно, потому что здесь вот тоже есть еще и слои, да, где, вот там, видите, о глазках, там вот эти вот мелкие морщинки, видно, да. Там маленькая вот эта картиночка, но она тем не менее есть. Соответственно, вот эти вот все мелкие детали, они тоже здесь появляются. Если этого не видно, я могу даже приблизить, вот о чем идет речь. Тут на глазках тоже кое-что, действительно, там реснички, зрачочки, блеск. И это еще не все, потому что это была вторая часть работы. И потом появилась, то есть первая часть работы, а потом появилась еще одна часть работы, где эту девушку я усовершенствовал еще больше. Я добавил ей еще и ЧБ, потому что я рассудил, что цветная фотография, да, в данном случае она недостаточно выразительная, она неинтересна. Ну, всем понятно, что девушки, они обычно розового цвета. Да, и понятно, что эти блондинки, да, они светлого цвета. Это тоже понятно. Спрашиваются, чего здесь смудрить с цветом, да. И поэтому я, собственно, из нее сделал вот такую черно-белую фотографию. И еще раз обращу внимание, да, было вот так, да, стало вот так. Ну, если зритель достаточно внимательный, он увидит, что здесь кое-что изменилось и с точки зрения, скажем так, портрета. Потому что, если вы посмотрите, там, на кончик носа, тут много, на самом деле, чего, форма губ, на самом деле, поменялась. Я постарался быть максимально, как называется, деликатным, да, то есть, чтобы девушка себя узнавала. И на мое счастье, кстати, я когда прислал эту фотографию, она как раз сказала вот это же самое. Говорит, ух ты, хороший портрет мой получился, да. В данном случае это мне было лестно, потому что я именно этого хотел. Я вообще стараюсь это добиваться, чтобы люди не замечали, да, вот этой, собственно, редушины. Да, можно, конечно. Сейчас покажу. То есть, вот это вот исходное. Можно на монитор? Потому что, ну, на этом... А вы на что снимали, на секрет? Nikon 800. 28300 Travel. И мыльный такой? Ну, какой есть, ну, все зависит от масштаба. Понимаете, он может быть и мыльный, но 36 мегапикселей, они отчасти компенсируют его мыльность, потому что, если снимать в полный кадр, не кадрировать энергично, то получается, в общем, неплохой снимок. А потом... Здесь глазки довольно подлинные. Да, мне тоже так кажется. А потом, понимаете, понятие мыльности, ну, оно вообще такое достаточно сложное. И не одна... То есть, я согласен, я не спорю, что он мыльноват, конечно. Тут зависит еще от задачи, да, потому что понятно, что, в принципе, когда я снимаю там под коммерческий заказ, у меня есть этот самый 2.8 святосильный, да, и у меня есть 105, который фикс, и их я использую. Они, конечно, дают гораздо более резкую картинку. Но здесь задача была, скорее, такая тренинговая, поэтому я себе позволил, в общем, снимать на этот объектив, и у его возможностей мне, в общем, хватило. Ну вот, такая вот история. Давайте мы сейчас на секундочку сделаем паузу и заглянем в почту, потому что там нас ждет парочка картинок, которые мы тоже можем обсудить. Сейчас мы это сделаем. Значит... А вы с вами работаете вообще? Какие работы печатаете? Или я не только для экрана? Нет, я некоторые печатаю довольно редко, но точнее, вы знаете, правильно так сказать, что когда мне заказчики или те, для кого я это делаю, предполагают, что это... То есть, мне прямо говорят, да, что это будет напечатано, то там я, конечно, прикладываю немножко другие усилия, естественно, потому что там и в ЦМИК надо переводить корректно, правда, и вообще весь цветовой яркостной диапазон, и там 300 DPI, и вообще все это довольно существенное значение. И вот там, кстати, я беру как раз объективы более резкие, потому что, да, большой отпечаток, размер там формата А2 какой-нибудь, он, конечно, начинает, да, в нем вот это все уже вырезает. А так вот, когда там ВКонтакт куда-нибудь там выложить, это все, в общем, не очень критично, и это можно себе позволить. То есть, в общем, для печати я делаю, да, если, в общем, отвечать на ваш вопрос коротко, но, соответственно, делаю это немножко по-другому. То есть, он просто заранее знал? Да, да, ну, стараюсь, в общем, в случае это узнать, да, и использовать каким-то осмысленным образом, да. Так, вот Алексей прислал две работки. Сейчас мы подумаем, как их сюда, сейчас мы их сохраним, сохранить изображение, как на рабочий стол. Нужно здесь снова АЛП-1? А? АЛП-1 есть. Да, есть, 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 да. Сейчас посмотрим. Как тоже на рабочий стол. Все, сохранили. И АЛП-1, там еще три фоточки. Так, сохранить. Парам раз. Сохранить. Я знаю, вы знаете, я в этом смысле очень легко отношусь к тому, когда мне говорят, что ты вообще не фотограф. Я с этим охотно соглашаюсь, потому что это избавляет от всех вот этих вот условностей, которые накладывает на эту специальность, профессию. Я тут недавно клип снимал, меня называли режиссером, я, конечно, не спорил, да, но понятно, что если мне сказали, что ты не режиссер, а ты фотограф, который берет себя смело снимать клипы, я бы сказал, да, конечно, какие проблемы. Так, потому что проще. И я не люблю сложности. Я вам даже более того скажу одну ужасную вещь, которая совершенно говорит не педагогично. Я объективы протираю краешком майки во время съемки. У меня нету специальной клизмы, у меня нету специального вот этого набора для чистки оптики, потому что когда быстро снимаешь, да, и когда случайно мазнул пальцем, да, по объективу, не будешь останавливать съемку, потому что модель работает, они не работают, все суетятся. Поэтому я говорю, замри так, вот так вот делаю, раз, и продолжаю снимать. Вот даже вот так, представляете, вот до такой степени. А у меня как-то всегда есть и просто поле, понимаете? Ну, вот это, кстати, тоже хорошая тема. Да, это... Хорошая, да, есть же там все эти, которые со смываемой этой втулкой... Да, 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 она... Да, дорогая, объектив-то чай тоже денег стоит. Бумага нужна хорошая. Но зато, понимаете, с майкой удобнее... Я вообще всегда в майках хожу, в хэбэшных, что-то люблю я делаю. И путем экспериментов я выяснил, какое место майки всегда самое чистое. Поэтому надо не просто вот так вот хватать, это неправильно, а нужно хватать майку, я могу с вами поделиться, с внутренней стороны майки боковая часть, вот здесь, где шов. Вот там вот самое клевое место для вытирания объективов. Собрались фотографы, да, обсуждая, как это надо делать неправильно. Знаете, вот у меня смеш... Ага. Вот у меня товарищ... Он говорит, что чистым спиртом нельзя объективы протирать, потому что есть часть пыли, которая не растворяется в спирту. Ага. Поэтому либо спирт надо водой разводить, либо водкой протирать, чтобы, ну, там, как бы и вода присутствовала. Вот видите, сколько всяких технических тонкостей. Ну, что, это правда, да. Давайте смотреть фоточки. У нас тут они есть. Значит, вот одна фоточка. Сейчас она откроется. Она открывается вот здесь вот прям так вот по-простому. Скажите, пожалуйста, это мне прислал эти фотографии. Фотографии мне прислал Алексей. Скажите, пожалуйста, Алексей, хищники и жертвы – это случайное попадание или это так задумывалось? То есть в этом есть какой-то скрытый подспудный смысл? Или это просто так вышло? Случайно. Вы знаете, ну, это вот единственное, пожалуй, что мне не очень нравится, ну, как бы несколько так смущает в этой фотографии. Все остальное, мне кажется, очень хорошо. Мне близка такая эстетика. Я имею в виду такого сдержанного, мягкого цвета, как вы заметили. Я не люблю кричащие тона. Я исповедую тот тезис, что зритель должен додумывать. Надо зрителя активно вовлекать. Я недалеко, как сегодня, на курсе по фотографии второй уровень художественный, рассказывал именно об этом, о том, что зрителя надо вовлекать, и черно-белая или такая вот мягкая, смягченная фотография, она очень здорово это делает. Конечно, есть вещи, которые можно смотреть на цвет, там, и любовать, да, но здесь не до черно-белой, но вот такой вот. Вот еще раз повторю, это мне очень близко, мне это очень нравится. У меня у самого таких фотографий довольно много. Именно такие слегка тонированные, да, они, мне кажется, очень здорово будящими воображение. Хорошая картинка. Мне, может быть, знаете, что, может быть, немножко бы смутило. Я думаю, что это результат как раз фотошопа. Здесь, вот там, я вижу, я думаю, что вы просто там затемнили все, да, кистью прямо ввели. Вот здесь вот все в темноту, там наверняка был какой-то интерьер, и здесь, да, было. И там видно, честно говоря, что вот там вот вы просто, наверное, большой кистью черной прошлись. На проекторе этого не видно, а здесь это видно все-таки немножечко, да, оно так слишком, немножко нарочито уходит. Я бы это все-таки оставил хотя бы там 3-5 процентов, ну, чтобы не терялось ощущение такой вот жизни, что ли. И вот это вот, то, что вот здесь вот в темноту все так радикально уходит, мне, честно говоря, тоже немножечко смущает. Чуть-чуть. Но это все, Алексей, мелочи. Это как раз вот вопрос уже вкуса, да, кому-то нравится, кому-то нет. В целом мне идеи нравятся, мне нравится хорошо пойманное и выражение лица, и жест, и все такое, по-моему, хорошо сделанное, да, такой замысел хороший. Вот. Это что касается вот этой фотографии. Нет, не слишком, это такой живой, нормальный, естественный ребенок. Алексей просто спрашивает, не... А, нет, Галин спрашивает, не слишком ли темного ребенка под глазами. Ну, вот эти вы имеете в виду, да, штучки. Вы знаете, эти штучки вот анатомические, вот в моем понимании, я бы так сказал, что они... Это такой признак прищуривания, признак высокого внимания. Да, если говорить вот уж так, совсем с научной точки зрения. Вы знаете, мы когда внимательно во что-то всматриваемся, да, мы всегда, когда чуть-чуть как бы подприщуриваемся, вот эта вот мышца начинает работать, поэтому в данном случае это создает хорошее такое эмоциональное дополнение к этому. Да, так же, как вот это, понимаете, вот мягкая такая очень улыбка, напряженная, это улыбка такого, как бы, ну, сдерживаемая улыбка, да, когда ты объясняешь ребенку какие-то элементарные вещи, да, а так про себя улыбаешься, но ему так не показываешь, да, и вот мне кажется, здесь очень здорово, в общем, это как раз мимика-то вся и работает. Так что, в общем, мне кажется, это хороший кадр. Вот еще один есть снимочек, вот такой вот. Алексей, здесь точно такая же история, я имею в виду, с ретушью, с обработкой. Советую вот повнимательнее, поаккуратнее, потому что вот здесь вот прям видно, там такое вот есть пятно, я не знаю, видно ли вам сейчас или нет, да, но там прям вот видно, что убрана какая-то часть. Аккуратнее работать с властями выделения, аккуратнее работать с ретушью. Волосы тоже не очень так живы, не очень естественны, мне кажется, сделаны. Ну, в целом, это неплохой портрет, он такой лирический, в нем есть свое настроение. То же самое, на самом деле, могу повторить, что эта вот мягкая лиричность, она не очень хорошо, как мне кажется, я это всегда сто раз повторяю, что это лично мне, как кажется, это мое личное мнение. Мне кажется, что она здесь тоже грубовато, вот это обработанное, такой переход туда слишком внезапный. Ну, это, мне кажется, было бы здорово в высоком ключе, ну, или даже не в высоком ключе, а в всяком случае, так сказать, помягче немножечко сделать, да, потому что очень уж больно глухие радикальные тени. Или, если это делать, знаете, такой фотографикой практически, да, тогда это хорошо и оправданно, но тогда надо все это действительно делать, уже такой, ну, прям выводить на уровень графики, чтобы прям читалась вся мелкая деталировка и в тенях, и в светах. То есть она такая вот как бы промежуточная, не до конца, как вот я бы сказал, да, определена с эстетикой. Да, Алексей, вот есть некоторая, да, именно системная, да, такая вот некоторая неточность, как мне представляется. Вот, и еще у нас есть несколько работ, которые мы сейчас можем посмотреть. Вот, например. Это стробизм, это вы со вспышечкой, да? Да, вспышка там перебила, конечно. Ага. Вспышка теперь выдала, да, выдала маленько. Ну, если исходник есть, если исходник есть, то сделать что-то явно можно, хотя здесь, конечно, нужна очень аккуратная ретушь. Конечно, здесь она выбивает, и за счет этого они смотрят склеенными сюда, да, то есть здесь нет вот их такой вот мягкости, скажем так, в этом пространстве. Еще немножко, поскольку разная цветовая температура, да, естественно, она чуть холоднее, а эта чуть теплее, здесь еще возникает такой вот диссонанс некоторый. Потом я бы, в общем, смягчал, сильно смягчал, потому что, конечно, вот эти вот пересветы здесь, да, такие довольно жесткие. Ну, темно. Пересвет, да. Ну, собственно, и вот этот вот резкая тень. То есть, в общем, вот это я бы смягчил обязательно, потому что вот это смотрится не очень. Я бы смягчил, то есть я бы сказал так, первостепенно, да, чтобы я сделал в попытках это выровнять, я бы убрал тени, убрал вот эту тень, убрал пересвет вот здесь, такой жесткий, да, на который убрали. Ну, это в фотошопе просто уже послойно накладывал какой-нибудь режим положения мультиплай, да, какие-нибудь масочки, причем брал бы за основу, скажем, вот основной тон фотографии, такой вот мягкий, да, тепловатый, и просто прокладывал бы дополнительные слои с маской, да, чтобы она не выходила за ее пределы. То есть сделал бы ее такой более теплый и более нейтральный, то есть ближе вот по характеру, что ли, по рисунку, вот, собственно, вот к этой замечательной поверхности, она такая классная, текстурированная, да, и оттени вот эти вот наоборот бы, естественно, вытаскивал, потому что они, конечно, такие выразительные, да, тоже просто усилил угол контраста. Вот, и ослаблял бы, конечно, на лицах, потому что тут очень жесткие, главное, вот эти силуэты, прям вот видно, что там он прям четкий такой темный силуэт, и здесь, конечно, вот контраст у него, да, вот который создает вот этот эффект, такой вот не, да, прям неестественность, видите, вот об этом я говорю. Это все, конечно, нужно контура обрабатывать. Вообще контура – это вещи вообще очень коварные, и, на мой взгляд, из-за них вообще очень надо всегда внимательно следить, и вот на курсе по ретуши, по обработке цифровых фоток я даже обязательно посвящаю, ну, если занятие, то, во всяком случае, ползанятие вот обработки именно контура, потому что силуэт, потому что это очень такая чуткая, то есть вещь очень чутко реагирующая на воздействие. Да, Алексей, а, это одна серия была, ну, да, тогда это, в общем, понятно, да. Так, вот еще одна фоточка. Занятная чел, хорошая занятная фотка, в ней есть, безусловно, своя такая экспрессия и выразительность, и здесь как раз мне очень хорошо понятно вот эта вот такая пересвеченность, потому что образ, как мне кажется, такой светящийся. Хорошая фотография, интересная, с настроением, с характером, и то, что здесь так вот композиционный верх, такой вот, скажем, да, можно счесть, что он пустой, меня он совершенно не смущает, мне он кажется очень оправданным, потому что, ну, во-первых, потому что он так заполнен, да, некоторым, как бы, сиянием, да и вообще... Пришлось заполнить сиянием. Да, вот это хорошо сияние сыграло, потому что в нем есть, да, вот своя такая вот, ну, как бы, драматическая выразительность, насыщенность. Хороший снимок, именно с настроением, да, с таким вот его индивидуальным, и очень хорошо, то есть ее, и очень хорошо работает и мимика такая, да, вот улыбающаяся, и поза, и фон вот этот размытый, и даже ширик, который здесь все это создает, да, вот это вот туда сваливание, хорошо, вот так красиво, живо все это формирует. То есть не нужно ничего делать? Я бы не стал, я бы оставил... Многие крутые фотографы меня раскритикало, скажут, что 100500, так сказать, переэтосан, как же не сказать, забыл. Ну, короче, пересвел. Перевнул я по-моему. Вы знаете, в этом смысле, опять же, мне хорошо, потому что я могу сказать, а я не крутой фотограф, отлично, мне нравится, да, и все хорошо. То есть мне это кажется хорошей работой, она интересная и такая вполне авторская, вполне самостоятельная. Ну, это, надо полагать, из альбома, наверное, да, то есть это под заказ было сделано, ну да. Для заказмой работает хорошо, на мой взгляд, свет здесь, конечно, немножко такой жестковатый, плосковатый, в макушках, да, вот сюда сильновато сверх светит, наверное, вспышка в потолок, да, была или что-нибудь такого типа, ага, и она поэтому дает вот этот вот резковатый свет. Я бы чуть-чуть смягчил этот свет, потому что все-таки чтобы акцент был на лицах. На лицах тени. Ну, чуть-чуть, да, и тогда, мне кажется, это будет более выразительно. Тут еще, то есть я бы всячески старался избавить от этого верхнего довольно резкого света. Вот здесь даже тени вот эти, которые лежат под руками, да, вот здесь вот, я бы это чуть-чуть высветил. То есть создал ощущение более такого фронтального, может быть, мягкого света. На лице ему я просто нарисовал объем фактически, потому что понятно, что он здесь, да, вот эта вот резкая тенюшка, я бы ее постарался бы убрать, ушко, вот эту всю часть я бы увел в тень немножко так помягче. Ну, вот, и тогда оно было бы нормально. Да, и он-то у мальчика, конечно, тоже увел бы более мягкий тон, да, потому что он-то немножко лицо опустил, да, и вот этот верхний свет, он, конечно, ему дал такой недосвет. То есть, на самом деле, у него цвет нормальный, вот скорее у этого пересвет такой некоторый легкий есть, да. Ну, вот так вот в целом бы выровнял. Для альбома это, я считаю, отлично, то, что нужно. Оно такое хорошо, в фокусе, в резкости, все как надо. Ну, вот такая история. Вот, друзья, такие, собственно, истории случаются с фотографами и с ретушью портретом. В общем, друзья, я к чему это все, собственно, рассказывал? К тому, что не надо быть великим художником, а надо просто знать некоторые, да, принципы, некоторые идеи, которые вполне познаваемы, да, но которые просто надо не забывать про них. Пожалуйста, то есть, стремитесь к этому, во всяком случае, от души, вот могу со своей колокольни пожелать именно этого, знания вот этих вот нюансов, связанных с формой, с объемом, ну, собственно, с человеком, да, с его анатомией. На этой радостной ноте о необходимости изучать анатомию позвольте закончить наше сегодняшнее мероприятие. Приходите, конечно, учиться, приходите к нам, специалисты, что-нибудь еще вам расскажу интересное. Обработанные, значит, смотрите, есть, ну, у нас на сайте специалисты там вообще практически их нет, ну, там три фотки какие-то, да и то, вы знаете, ну, инстаграм есть, но в нем таких, понимаете, тушерских работ я практически не выкладываю. Я очень надеюсь, что к концу лета у меня будет мой сайт, он наконец заработает, да, потому что я его уже год, наверное, как делаю, и что-то он все никак не сделается. dddkkk.ru Да, ну, а что, у меня e-mail там есть dddkkmail.ru и в инстаграме я dddkkk63 и в контакте я dddkkk.ru Ну, просто так как-то повелось. А повелось, это знаете, на самом деле, с очень давних времен, когда, друзья, мы уже просто, это мы уже просто как бы болтаем. Это было с тех времен, когда были компьютеры большой редкостью, и мы в офисе работали, и каждый себе на жестком диске, объемом 20 мегабайт, между прочим, был офигительный, совершенно жесткий диск, каждый делал себе папочку, и туда складывал свои файлики, да, и, соответственно, нужно было ее как-то всем называть. И все это было в Нортон-командере, и, соответственно, я своей папочке, ну, почему так, получилось, решил называть dddkkk.ru Потому что, во-первых, это всегда в начале списка, во-вторых, это заметно, только, ну, бросается визуально чисто в глаза, ну, и потом Дмитрий Красновский никто не перепутывает. С тех пор, вот как лет 30 назад, это повелось, с тех пор мне это и нравится, такая идея. Вот, на здоровье, Алексей, на здоровье, Елена, семинар очень понравился, пример, интересный, разбор тоже, я люблю это, вы посмотрите, какие варианты есть. На здоровье, я рад, что это было полезно, я рад, что это, может быть, даст вам возможность продвигаться дальше, вперед. Всем всего доброго, счастливо, и творческих успехов. Здоровье? Да, конечно, конечно. Что-то у вас стоит ретушь-то. Понимаете, ретушью как таковой отдельно я не занимаюсь. Я занимаюсь, ну, так сказать, авторскими работами. я, я, что? Я просто хотела с монитора посмотреть. Короче, на этом плохо? На проекторе? Вообще. Ну, в проекторе, он и есть проектор, ну, что с него взять? Это, конечно. Понимаете, я, так получилось, что исторически я занимаюсь и фотографией, и фотошопами, и ретушью, и видеосъемкой, и художник, и график, и дизайнер, еще и журналист про все это пишу. Поэтому я предпочитаю брать такие заказы вот, ну, как бы целиком от начала до конца. Иногда такое бывает. Ко мне обращаются мои коллеги, друзья, которым, ну, надо просто помочь, если там что-то подретушировать. В принципе, то есть я за это берусь. Да, специального какого-то ценника у меня на это, честно вам скажу, нет. То есть это все по договоренности. Я могу точно сказать, что я не ломлю цены, потому что мне это скорее интересно. То есть мне важно, чтобы работать скорее было интересно, чем денежно. Да, потому что это, ну, это то, чем я занимаюсь, то, что я люблю, и то, что мне, собственно, нравится. здесь фотографии, а? Здесь фотографии по-моему. Да нет проблем, можно. Напишите, поговорим. За ваши деньги в любом отмене. Да, 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 это все вполне такое постижимое, конечно. Да, Алексей, хорошо, из-за на Инстаграм попал. Всего доброго, София, всего доброго, Алексей. Всем счастливо. онлайн, да? А еще онлайн, да, конечно, и там, вон, было 25 человек, да, и все тоже с вами вместе сидели и слушали. Все, счастливо.